Привет всем еще раз, добрый вечер. Меня зовут Виталик, я алкоголик. Что-то я волнуюсь, давно не приходилось спикерить на живых группах, да, все онлайн и онлайн, да, вот на живых группах, да еще и по традициям. Вот, и вообще, когда предложили вот мини-спикерскую по второй традиции, я не очень люблю формат мини-спикерских, потому что обычно очень долго мне занимает время развить свою мысль, да, а что касается традиций, я, ну и в принципе и 12 шагов, я очень в последнее время замечаю, не люблю говорить об одной какой-то традиции, об одном шаге в отрыве от, по минимуму, предыдущих, да, традиций. Но здесь мне повезло, потому что передо мной была только первая традиция, но все равно, да, и я знаю, что передо мной спикерил Андрей, он в принципе человек, знающий традиции, да, более или менее грамотный, и я уверен, что он рассказал и про традиции, и про первую традицию, то, что он знает и то, что он понимает. Но поскольку я же алкоголик, и я знаю и понимаю лучше, да, поэтому мне обязательно нужно рассказать то, что я знаю, то, что я понимаю, да, но это я так шучу. Поэтому вообще тема традиций, она супер важная, супер интересная, и я начну не со второй традиции, да, именно с того немножко, постараюсь буквально пару минут истории, да, что же такое традиции, для чего они нужны. У нас в литературе сказано, что 12 традиций, они гарантируют выживание нашего сообщества, да, как и группы анонимных алкоголиков в отдельности, так и всего сообщества анонимных алкоголиков в целом, да, именно соблюдение, не соблюдение, следование традициям, да, да, соблюдение, это тоже то слово, которое я не люблю, когда говорят по отношению к традициям, там, соблюдать традиции или нарушать традиции, да, это не очень, на мой взгляд, правильный термин, да, потому что там нарушать или соблюдать, там можно закон, да, есть закон, есть правило, которое нужно соблюдать и которое можно нарушать. Традиции, они на то и традиции, да, это не законы, и у нас опять же в литературе сказано, что традиции не имеют силы, правила или закона, но тем не менее, да, поэтому следование традициям, да, они гарантируют наше выживание и наше благополучие. Точно так же, как 12 шагов, они гарантируют по большей мере вот выживание каждого алкоголика в отдельности. И что еще важно, да, традиции, впервые традиции были опубликованы в 1946 году, когда уже сообществу было плюс-минус 10 лет, ну, в крайнем случае, первым группам уже было 10 лет, и, ну, естественно, их начали писать чуть раньше. Билл Уилсон начал писать традиции чуть раньше, почему он и для чего он начал это делать, то есть это тоже очень важный момент, который я всегда стараюсь обратить на него внимание, что на самом деле все, что нам не рекомендует делать 12 традиций, мы изначально это делали, да, то есть, соответственно, и все, что нам рекомендуют делать 12 традиций, мы не делали. То есть, да, 12 традиций – это некий опыт взаимоотношения анонимных алкоголиков, сообщества, внутри сообщества, да, и сообщества с внешним миром, да. И мы делали какие-то определенные действия, которые дали определенный результат, по большей мере это был достаточно плачевный результат для сообщества. И тем, кто не знает, может быть, немножко истории, я скажу, что сообщество анонимных алкоголиков, оно было под угрозой распада и раскола уже в самом начале, да, с первых, по сути, дней, годов существования, в силу того, что у нас не было каких-то правил, традиций, законов, да, у нас часто это говорят, что у нас нету там никаких законов, никаких правил, по сути, развал, да, сообщество трещало по швам и разваливалось, и могло бы развалиться уже в самом начале. И Билл Уилсон это видел, и Билл Уилсон, одна из его несомненных заслуг, это вот, ну, многие люди говорят, на уровне гениальности, да, возможно, предвидение, да, дар предвидения, которым обладал Билл Уилсон, он понимал, что если так будет продолжаться, то, ну, скорее всего, вот это, как он называл, неустойчивое сборище, да, больных алкоголиков, оно не просуществует долго, да, мы поубиваем друг друга, он также, как он говорил про эту тему, он говорил, что вот если 12 шагов нам нужны для того, чтобы мы не поубивали себя алкоголем, то 12 традиций нам нужны для того, чтобы мы не поубивали друг друга, да, и пришла к нему вот эта вот тема 12 традиций, и что еще интересная вещь, что изначально 12 традиций вообще никому не понравились, да, когда Билл впервые начал об этом говорить, начал публиковать статьи в журнале Граф Вайн по поводу вот того, что, ну, да, у нас тут в принципе каждый делает, что хочет, в принципе, у нас тут нет ни главных, ни законов, ни там суда, кто будет там следить за законами, ни там полицейских, которые будут соблюдать, да, ну, тех, кто наказывает, тех, кто там не соблюдает эти законы, но все-таки, да, так это продолжаться не может, какие-то правила нам все-таки нужны, да, то есть ни одно человеческое сообщество, наверное, за всю историю не смогло просуществовать более или менее долгое, какие бы там свободы они не выбирали для себя, там, примером, да, но все равно в обществу, да, чтобы нормально функционировать, нужен некий, некие правила, да, и все равно алкоголикам это очень не понравилось, да, алкоголикам это очень не понравилось, вот буквально ни одного изначально сторонника у Билла с этой идеей, да, включая его лучшего, самого лучшего друга доктора Боба, да, которому тоже вся эта идея не понравилась, люди считали, что это попытка какая-то навязать, опять же, какие-то законы, какие-то правила, это попытка утвердить, там, собственный авторитет, да, там, ну вот, но Билл с присущим ему упрямством, да, и опять же, как я уже сказал, этим даром предвидения, он очень так медотично, да, потихоньку, потихоньку, потихоньку ходил, доказывал, очень много опубликовал статей по этому поводу в журнале Грабвайн, и потихоньку, и даже тоже это, опять же, это существующие из наших фактов, из нашей истории, группы звали Билла, приглашали там на юбилеи, на поспекерите, всякое такое, и говорили ему, вот, прямым текстом, да, Билл, мы тебя очень любим, мы вот хотим послушать тебя, твой опыт, да, но только, пожалуйста, да, не говори ничего про эти 12 традиций, да, мы не хотим об этом слышать, вот так вот было в начале в сообществе анонимных алкоголиков, но тем не менее, тем не менее, все-таки Билл, опять же, это его заслуга, наверное, это даже больше его заслуга, чем 12 шагов, да, потому что мы знаем, что в 12 шагах, там, принципах, все это пришлось за Оксарской группой, и там, кроме Билла, были еще и другие люди, и Роланда, и от него к Эбби Тачеру, да, и разные другие алкоголики, ну, вот, да, поэтому и Билл всегда говорил, что в этом нету его заслуги, да, вот, в теме 12 шагов, но, на мой взгляд, что вот ему действительно, да, безусловно, можно поставить заслугу Биллу Уилсону, это то, что мы имеем на сегодняшний день те 12 традиций, и бесспорно, именно благодаря этим 12 традициям, в конечном итоге, мы существуем как сообщество, а сегодня, в 2014 году, сообщество, да, группа анонимных алкоголиков существует в 140 странах мира, да, более чем 200 тысяч групп, несколько миллионов человек, да, наша книга переведена уже больше, чем на 70 языков, и все это стало возможным именно благодаря тому, что мы сохранили наше сообщество, а это случилось благодаря, опять же, благодаря 12 традициям. Вот, такое вот короткое длинное вступление на тему традиций, и, да, и первая традиция, первая традиция как раз-таки говорит именно об этом, да, первая традиция говорит, что наше общее благополучие должно стоять на первом месте, и личное выздоровление зависит от единства анонимных алкоголиков, да, и изначально вот эта тема, вот эта мысль, что мое личное благополучие, мое личное выздоровление зависит от сохранности и благополучия сообщества анонимных алкоголиков, это тоже не было само собой разумеющееся, это не было очевидно для первых анонимных алкоголиков, да, потому что, опять же, кто не знает, само по себе сообщество анонимных алкоголиков, и Билл об этом тоже рассказывал, он говорил, что изначально у него не было намерения создавать какое-то сообщество алкоголиков, да, по сути, первые группы и впоследствии само сообщество, это было, скорее, как некий побочный эффект от 12 шагов анонимных алкоголиков, и единственное, что изначально алкоголике представлялось для них важным, это именно наша программа выздоровления, 12 шагов, об этом и было написано изначально книга «Анонимные алкоголики», и, да, трудно не обратить внимание, что в наших 12 шагах нет никакого упоминания о группах, о сообществе, о каких-то собраниях, опять же, важно было, да, и это действительно имеет первичную, первостепенную важность наши 12 шагов, без этого такой алкоголик, как я, хронический алкоголик, не может оставаться трезвым, выжить, да, мне нужно делать действия по 12 шагам, и 12 шаг нести весть, весть именно о выздоровлении, о возможности духовного выздоровления от алкоголизма при помощи духовных принципов 12 шагов, тоже часть моей программы выздоровления, и вот первые группы, это было, как вот, опять же, побочный эффект, как следствие этого 12 шага, один алкоголик шел к другому, делился своей историей, духовным опытом, другой алкоголик выздоравливал, потом они шли вдвоем к третьему алкоголику, четвертому, пятому, и алкоголиков становилось все больше и больше, и этим алкоголикам было, ну, скажем так, по кайфу собираться вместе, общаться, делиться опытом, делиться проблемами, делиться там решениями этих проблем, и изначально вот так вот возникло сообщество, да, первые группы в Акроне, потом в Нью-Йорке, и даже уже когда была написана книга, и количество групп стало очень быстро увеличиваться, поначалу то, что группы, сообщества, анонимные алкоголики являются какой-то жизненно важной составляющей того, что мы называем в конечном итоге выздоровлением, да, выздоровлением от алкоголизма, не было этого понимания, то есть это понимание пришло чуть позже, именно когда сообщество начало трещать по швам, да, когда люди начали уходить из групп, когда был вот нескончаемый спор и ругань, да, целые группы разваливались, и люди уходили из групп, люди не хотели приходить в группы, говорили, а зачем нам это вот сборище вот этих придурочных алкашей, которые все, что они умеют делать, это там сраться друг с другом, да, там по любому поводу, да, кто здесь главный, кто не главный, кому здесь место, кому здесь не место, а где нам бабки достать, у кого бы там собрать побольше бабок, да, кто там будет первый выступать на радио, телевидении, и всякие вот эти вот споры, да, относительно, и тогда начали замечать, что алкоголик, который долгое время остается один на один со своей болезнью, без алкоголиков, без таких же алкоголиков, чаще всего, даже если этот алкоголик получает духовный опыт и вот первичное то, что можно назвать выздоровление, да, благодаря программе 12 шагов, он не может удержать это вот, да, оставшись один на один. Без сообщества очень проблематично и трудно делать 12 шаг, да, потому что таких, как Билл Уилсон и доктор Боб, которые сами просто так, да, пошли в больницу там и начали дергать там врачей, медсестер, да, или как Билл, который сумасшедший, ну, которого проколбатило его духовное пробуждение так сильно, что он там бегал с выпученными глазами по больнице, да, и говорил там, привет, меня зовут Билл, я хочу с вам про Бога рассказать, да, то есть таких, как Билл, совсем немного, и делать 12 шаг и нести весь, поняли, что без сообщества и выздоравливать без сообщества фактически большинство алкоголиков не сможет. И тогда пришло понимание, что группы и сообщества, пусть они и не являются частью программы выздоровления, еще раз, наша программа выздоровления это только программа 12 шагов, да, в анонимных алкоголиках нету другой программы выздоровления, а как я уже сказал, в 12 шагах ничего не сказано про группы, собрания и сообщества. Но для поддержания этого выздоровления, для профилактики этого выздоровления, да, пришли к пониманию, что все-таки группы и сообщества, они жизненно необходимы. И сохранить вот это наше сообщество, это так же жизненно важно для меня, как для алкоголика, именно об этом говорит первая традиция. Первая традиция говорит, что наше общее благополучие, оно самое важное. Почему? Потому что, ну, без этого не будет моего личного благополучия. Первая традиция нам предлагает сохранить наше единство, да, единство анонимных алкоголиков. То есть то единство, которое сформировалось изначально вот у этих алкоголиков, а что такое единство? Да, важная вещь, да, потому что первая традиция нам говорит, что сохранить именно единство. Единство анонимных алкоголиков, это, вот как написано у нас в книге анонимные алкоголики, Это то, что у нас одна общая проблема, алкоголизм, у нас одно общее решение, это Бог, как каждый его понимает, и у нас один общий путь, путь, то, как мы идем от нашей проблемы, алкоголизм, к нашему решению Бог, это вот 12 шагов анонимных алкоголиков. Вот, и понятно, да, что вот мы собрались все вместе здесь, и мы вот здесь едины, пытаемся сохранить наше единство, потому что каждому из нас, ну или в крайнем случае большинству из нас это вот жизненно необходимо, да, и все мы равны, и все мы тут вместе, и все мы тут друг друга любим, и все мы тут друг друга уважаем, Но, опять же, извечный вопрос в любом сообществе людей, да, а кто же здесь главный, да, а кто же здесь управляет всем этим, да, раз уж мы пришли, что мы не можем существовать, как просто вот неорганизованная толпа, да, кто здесь авторитет, кому здесь быть главным, кто здесь, на ком будет лежать ответственность, да, вот за все это, за проведение, за поиск, да, места для собраний, для проведения собраний, как вот эта вот группа будет функционировать, именно об этом идет речь во второй традиции, да, вот Оля зачитала вторую традицию, я зачитаю вторую традицию, она в нашей литературе, как в принципе почти все в нашей литературе переведено очень неправильно, мне более доступно и понятно именно оригинальный, скажем так, перевод второй традиции, и на самом деле вторая традиция, она звучит вот так вот, для нашей группы есть лишь один высший авторитет, любящий Бог, каким он может выразить себя в нашем групповом сознании, наши лидеры, всего лишь облеченные доверием слуги, они не правят, да, вот так вот, да, не наши руководители, да, а наши лидеры, и они не просто облеченные доверием исполнители, они облеченные доверием слуги, да, это уже многое, на мой взгляд, меняет. И опять же, не высший авторитет, любящий Бог, не как он может предстать в нашем групповом сознании, потому что хрен его знает, как он может предстать в нашем групповом сознании, у каждого здесь свое сознание и свое представление о Боге, да, если мы начнем друг с другом говорить, у кого тут какое это, мы тут, я думаю, гораздо быстрее передеремся, да, а речь идет именно о том, как он выражает себя в нашем групповом сознании, То есть наше групповое сознание – это и есть выражение воли Бога для нас, как для группы анонимных алкоголиков. Именно групповое сознание. Наше групповое сознание – это высший авторитет. Каким бы я ни был – умным, авторитетным, знающим, способным и так далее. Но все-таки в тот момент, что такое групповое сознание? Что такое групповое сознание? Это очень важно. Вообще вторая традиция – это самая объемная. Вторая традиция не кончается на второй традиции. В отличие от большинства традиций, она только начинается со второй традиции, потому что по мере того, как росло сообщество и появилась конференция по всемирному обслуживанию, по всеобщему обслуживанию, вторая традиция уже дальше развилась в то, что сегодня называется 12 принципов обслуживания. 12 принципов обслуживания – это все про вторую традицию. То, как это работает уже не просто на уровне одной маленькой группы, это как работает на уровне от группы в интергруппу, в центральный офис, в конференцию по всемирному обслуживанию, по всеобщему обслуживанию. Да, вот об этом написано, как я уже сказал, 12 концепций обслуживания, но это уже 12 принципов более правильно. Это уже отдельная тема. Но по сути, что такое групповое сознание? Тоже можно об этом коротко говорить, но опять же, самая большая ошибка, которую я слышу в сообществе анонимных алкоголиков, что групповое сознание – это вот мы собрались на рабочем собрании, проголосовали, и вот это групповое сознание. Да, вот мы подняли руки, 5 человек за, 3 против, вот групповое сознание решило, да, большинством голосов, что мы за. На самом деле, это не совсем так. Это не групповое сознание, да, голосование – это не групповое сознание. Групповое сознание – это обсуждение, да, это обсуждение. Опять же, почему я так считаю? Просто потому, что так написано в нашей литературе, да, в том числе в книге, утвержденной конференции, которая называется «12 шагов, 12 традиций». Почти то же самое можно прочитать в книге «А, взрослеет». Да, у нас не так-то уж много литературы по традициям, но вот основная литература – это «12 на 12» и «А, взрослеет». Есть еще одна шикарная книга, которую я всегда рекомендую тем, кто хочет более глубоко понять, о чем же традиция. Это «Язык сердца», это статьи Билла Уилсона в журнале «Грэп Вайн», где он очень много пишет своих рассуждений и пониманий на тему традиций. Так вот, читая книгу «12 шагов, 12 традиций», там пишется прямым текстом, что в тот момент, когда в группе возникают какие-то проблемы, какие-то незаурядицы, начинаются разговоры в колуарах, да, и в конечном итоге групповое сознание берет вверх и назначаются выборы. То есть это вот известная история, которая приводится во второй традиции. Я думал, что у меня будет чуть больше времени рассказать про вторую традицию, что я буду меньше писать про другие темы, но тем не менее. Нет, тут приводится рассказ, что изначально на многих группах нету группового сознания, потому что группы создаются некими людьми, которые по первости являются руководителями этой группы. Да, сначала это обычно один человек руководитель, когда в группу приходят, в группе начинают выздоравливать еще пару человек, то там уже формируется некое подобие комитета, но которое все равно больше как бы самоназначенные такие руководители, да, но группа становится, если все-таки эти люди делают программу, несут это весь дальше, и группа становится все больше и больше и больше, приходят другие алкоголики, начинается много проблем, которые даже самые лучшие руководители не могут со всеми этими проблемами справиться, и группа приходит к тому пониманию, да, что вот, да, группа способна лучше решать свои проблемы группы, чем один какой-то человек будет решать проблемы за всю группу, да, и вот именно разговоры в кулуарах, да, как написано в нашей литературе, обсуждение, да, групповое сознание это не голосование, это обсуждение, да, это обсуждение, да, это обсуждение и некой ситуации, проблемы, предложения, обсуждение, и очень важно при обсуждении именно информированность, да, не просто приходить к людям, люди, да, там, Вова, у меня есть идея, да, ты за или против, рассказать, почему у меня эта идея есть, для чего она нужна, как ее реализовать, да, именно это и есть групповое сознание. И если групповое сознание проведено правильно, то есть правильно, хорошо проинформировано, дано время, чтобы переварить, обсудить, обмозговать, как говорится, эту ситуацию, то при правильном групповом сознании результаты голосования обычно известны заранее, да, обычно известны заранее, вот, поэтому в групповом сознании это именно обсуждение, и второе, что очень важно, да, что несмотря на то, что у нас все-таки высшим авторитетом является любящий Бог, да, все-таки сообщество, ни одно сообщество не может существовать без лидеров, да, лидеры, наши лидеры, это обреченные доверием слуги, да, потому что в любом сообществе, в любом коллективе, особенно, ну, я не буду говорить за всех, но за большинство, которых я знаю, алкоголик в таком, как это сказать, не инициативно, да, не сильно инициативная группа людей, да, когда я говорю не сильно инициативная группа людей, это не значит, что у нас там очень мало каких-то там идей хороших, идей хороших у нас дохрена и больше, да, у нас вот, да, каждый алкоголик, это нескончаемый источник гениальных идей, задумок и всяких там, да, как можно и нужно сделать лучше, да, для этого сообщества. К сожалению, люди, которые способны на деле реализовать эти гениальные идеи, да, у нас в сообществе единицы, да, людей, которые действительно могут, хотят, готовы, ну, и самое главное, действительно, на деле могут реализовать, реализовать эти идеи, эти задумки в жизнь, да, именно эти люди, они не руководят сообществом, они не приказывают, да, они, как написано опять же у нас в литературе, ведут за собой своим примером, да, есть у нас один такой сообществ анонимных алкоголиков, да, ну, может быть, двое, да, и слава Богу, да, благодаря этому израильское сообщество анонимных алкоголиков на сегодняшний день, да, вроде бы большое сообщество, много групп, но опять же, это результат деятельности очень маленького количества людей, да, то есть сообщество анонимных алкоголиков Израиля, оно сегодня достаточно большое сообщество, 14 групп, наверное, несколько сотен человек, но опять же, еще раз, это все результат деятельности нескольких людей, нескольких людей, да, те самые люди, которые, да, ну, бесспорно являются, ну, в крайнем случае, для меня, да, лидерами, потому что за этими людьми, ну, я чуть не сказал, хочется идти, даже не хочется, приходится идти, да, просто потому что по-другому нельзя, да, вот, это относительно лидерства, и насчет лидерства, кстати, есть одна шикарная, на мой взгляд, одна из лучших, вот, из одной из лучших вещей, которые написал Билл Уилсон, моя любимая статья в книге «Язык сердца, она есть», называется «Лидерство ВАА», что-то такое, постоянное, насущное, потребность, что-то такое, я не помню, шикарная статья, где Билл описал в своем понимании, кто такие лидеры, что такие лидеры, да, какими качествами обладают лидеры, вот, но, тем не менее, даже эти люди, их основная цель – не руководить анонимными алкоголиками, не править анонимными алкоголиками, не управлять, а именно служить, да, эти люди, они облеченные доверием слуги, слуги, да, и чем выше слуга, да, да, вот, выше, да, по служебной лестнице, можно сказать, вот, председатель, да, председатель, служение председателя – это быть на группе, это быть слугой всех членов группы, то есть, да, вот, служебная лестница анонимных алкоголиков, она выглядит так, что чем выше человек поднимается по служебной лестнице, да, тем, скажем так, тем большим слугой он становится, то есть, он служит гораздо большему количеству людей, да, это вот такая, как у нас говорят, перевернутая пирамида, да, где в самом низу стоит алкоголик, один единственный алкоголик, новичок, который вот должен зайти в эту дверь, да, и вся вот эта группа, да, у нас часто говорят, новичок – это вот, там, самый важный человек на собрании, я не знаю, не может быть не самый важный, но в конечном итоге единственная цель этой группы – нести весть вот этому самому алкоголику, и когда этот новичок впервые проходит через вот эту дверь, вся группа здесь собралась для него, да, то есть, вот, для этого, чтобы донести весь этому новичку, и каждый, а каждый служащий, да, на своем служении он делает все, чтобы группа могла функционировать, и, соответственно, вот, нести весь этому новичку. Наверное, я буду заканчивать, да, ох, нифига себе, уже получил, ты меня не тормози, ждай. Очень много можно говорить про вторую традицию, как я уже сказал, и про концепции, и про это, но, опять же, у нас две книги, которые напрямую касаются «12 традиций», это вот книга «12 на 12» и «А взрослеет», и, как я уже сказал, да, всем-всем-всем очень-очень рекомендую книгу «Язык сердца», да, то, что там делал по традициям. Все, спасибо, друзья, что пригласили меня, спасибо, что послушали, ну и все, спасибо. Спасибо.